Друзья, всем привет! Мы находимся в Архизе на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии. И в этом видео мы расскажем вам о курорте, о том, на каких трассах стоит кататься, где жить, где есть. Ну, в общем, все про наш экспириенс на этом курорте. Игорь, я впервые вижу такое количество людей в аэропорту Шереметьево. Сегодня очень небольшая очередь. Стоим уже час. Короче, просто когда летите в праздники, просто приезжайте сюда заранее. Ну все, наконец-то мы прошли. Лайфхак для владельцев Тинькофф премиум. Вы можете оформить два бесплатных прохода в бизнес-зал в месяц. Но, чтобы вам бесплатно включить Тинькофф премиум, можете это сделать, просто попробовав его на месяц. Не обязательно даже его оплачивать. Мы так и сделали. И, собственно, сейчас сидим и бесплатно едим в бизнес-зале. Ура! Мы все наконец-то встретились! Встретились с родителями, с премиум вашим братьям. Наш самолет скоро совершит посадку в аэропорту Минеральных Вод. Вот мы уже в аэропорту Минеральных Вод. Здесь 4 градуса, но довольно ветрено. Сейчас забираем машину и едем непосредственно в наш домик. О, а я дула Сава. Уже Сава одна у нас дома. Здрасте. Папа, спать готов? Слушайте. Нет, я готов принимать пищу. Ну что, друзья, самое время рассказать о месте, где мы живем. Мы остановились в Хиле Рест. Это такие домики в срединамском стиле, парнхаус, двухэтажные. И это все находится в поселке Архиз. Сразу стоит отметить, что в Архизе реально очень дорого жить. То есть, сам Архиз – это как бы горнолыжный курорт. Но не стоит это путать именно с селом Архиз, в котором обычно люди останавливаются. Мы остановились здесь, потому что здесь довольно недорогое жилье. Плюс у нас была задача найти жилье на пятерых человек. И эти домики прекрасно соответствовали нашим условиям. Стоимость этого домика составила 15 тысяч в сутки. Это на пятерых. Пока все собираются, сделаю небольшой рум-тур по нашему домику. Здесь находится такая вот кухня небольшая, на которой мы все едим. И она объединяется вместе с диваном, на котором спит Илья. Спи с думающей, ребятки. Так хорошо в Архизе спать. Я ночью еще погулять сходил, там воздухом подышал. Ты думаешь, это масло с хлебом или хлеб с маслом? В твоем случае, хлеб с хлебом. С вами только на кладбище собираются. Короче, все помнят фильм про Гарри Поттера, что он спал под лестницей. Я, короче, предлагаю повесить плед вот так вот. Здесь своя лаунжная. Слушай, я реально такая клевая тема. Уже кайф. Смотри. Слушай, зато я буду вот выглядывать что-нибудь. Ай, какой смех. Далее идем в нашу комнату небольшую. Здесь спим мы. Здесь находится ванная комната, которая, как обычно, кем-то занята, потому что нас здесь пять человек. И, конечно, второй этаж, на котором спят родители. В карвинге канты лыж врезаются в склон, вы как будто катитесь по рельсам. Вы должны также быть уверены, что лыжи не проскальзывают. На самом горнолыжном курорте жилье очень дорогое. И оно, может быть, не такое душевное, как здесь, потому что здесь такая небольшая территория, здесь такие классные домики, есть баня, беседка, чтобы посидеть, покайфовать, почилить. Вот вокруг тебя природа, горы. А там такая больше отельная история, гостиничная, да. Есть, конечно, всегда возможность выбрать, но если вы на машине, приехали либо из Москвы уже сразу на своей машине, либо вы арендовали ее здесь, то, наверное, мы все-таки рекомендуем брать домики вот такого типа. Нам очень ваш домик понравился, очень уютный и внутри все так обставлено, прям очень классно. Ну да, все очень со вкусом. Чтобы добраться сюда, мы забронировали тачку. Не скажу, что комфортно, но так, умеренно комфортно помещается пять человек. Ну, доехать три часа вам точно будет нормально. Также у нас куча была багажа и все поместилось в этот багажник. Поскольку у нас чемодан, чемодан в пять, наверное. Сейчас у нас тетрис, чтобы уложить все 15 чемоданов, которые мы с собой взяли. Тачка эта здесь незаменимая штука, если вы хотите ездить сами, да. Но если вы ездите на такси, учитывая, что цены на такси здесь выше, чем на той же розы хутор. То есть в среднем поездка там около 600 рублей. Вот без такого укрепления вам будет очень тяжело. Поэтому, если будете арендовать машину, смотрите, чтобы либо на ней был багажник сверху, либо вот такие вот рельсы. Повалил очень сильный снег, вот утром такого не было. Так погода поменялась вот так вот в мгновение ока. Все, куплены эскипасы. А еще такая тема. Здесь постоянно ходят, предлагают эскипасы. Вот наш совет. Никогда не покупайте эскипасы с рук. Потому что это может не очень хорошо закончиться. Мы сейчас находимся на южном склоне. На самом маленьком подъемнике мы поднялись сюда. Подъемник называется спутник. И здесь зеленая и синие трассы. По большей части это для новичков, чтобы вам вспомнить, если вы долго не катались. Мы сейчас тоже покатаемся здесь по-быстрому и поедем уже дальше наверх. Здесь есть два склона. Один южный, другой северный. Вот на южном всегда, ну не всегда, а чаще всего солнце. Вот здесь теплее и снег быстрее тает. А на северном там в юга вообще жесть, месиво. Но там снега больше и там больше пухляка. Мы обозреваем трассу вторую синюю. Трасса нормальная, пологая, но пока что первая часть пути. Поэтому поедете комфортно ехать и вы видите очень классные виды перед собой. Ребят, я погорячила с тем, что трасса вторая она супер пологая и прям супер-пупер. Короче, здесь идет склон, наверное, под градусов 60. Но эта трасса синяя, она вообще не для новичков. То есть вы будете просто скользить, потому что план-трасса, она так немножко во льду. Но при этом здесь очень такой хороший пухляк местами. Помощь нужна? Нет, все хорошо. Все хорошо. Помощь нужна? Нет. Но, честно говоря, ехать здесь вообще супер некомфортно. Вот конкретно вот в этих местах. Вначале прям супер красиво, горы. А здесь уже такой, знаете, ну не очень приятный спуск начинается. Ну что, первый день не обошелся без приключений. Оказалось, что мои лыжи были сломаны. Мои мыжи. Мои мыжи, да. Мои лыжи были сломаны. Вот, мне гетски дали просто травмоопасные лыжи. И я заметила, что они дребезжат в самом начале езды. Но так как я неопытный лыжник, я не могу сказать, типа, нормально это или нет. Мы разобрались, все нормально, но очень, конечно, разочаровала вся эта история. Что вот, ну как понимаете, ты стоишь вот в этой коморке, да, вот сто человек в одной коморке. Как ты там поймешь, какие лыжи, что тебе дает. Ты хочешь просто быстрее оттуда уйти. Потом ты понимаешь на трассе, что у тебя что-то дребезжит. Ты к ним приходишь и на тебя сразу вот гонят, что ты сломал, ты должен заплатить штраф 15 тысяч. Спасибо все равно за то, что они лыжи поменяли, что они не стали там сильно ругаться. Хотя все равно ситуация не очень приятная. Да, прям осадочек неприятной остался. Только что мы проехались по 12-й трассе, которая перешла в 4-ю красную. И я хочу сказать, что мне даже красная понравилась больше, чем синяя. Потому что на красной меньше народу и больше снега. Вот, и не так сильно скользишь. Поэтому, как ни странно, на красной мы проехались с большим удовольствием, чем на той же синей. Четверто-красная. По лепетокам и ребертили. Поднялись мы по Млечному пути и сейчас поедем по 14-й черной. Задача проехать черную. Едем по 16-й и потом уход влево на черную и уход на зеленую. Это вообще не синяя. Мы же красные уже. Да, это красные типа. Фигеть. Дальше очень легко будет. Да. Вкус и все, дальше прочь. Да. Это тип, чтобы нервишки, наверное, разогреть. Да, да, да. Попросите? Конечно, конечно, сейчас. О, спасибо. Ранил вас Бог, Архыза. Такие хорошие лыжи дают в детские, что мы не могли их... Ну, то есть они должны их сами настраивать. Мы их настраивали за них. Вот, сейчас они отлетели, я не могу их на склоне одеть. Я должна, ну, как бы, ходить просто пешком по горе. Это что за вообще закатание? Угромный вот так. Только единственный друг, который вот есть... Я не понимаю, в чем прикол этой системы. Она должна зафиксировать тебе, ё-моё. Просто какой-то ад. Спасибо. Это типа шина пока надевает? Нет, это чуть-чуть не донастроили. Чёрная, четырнадцатая. Поехали. Поехали. Поехали, выдвигаемся, ребят. Говорят, самый опасный коварный склон там внизу. Заразу насчёт никого. Посмотрите, как их сюда. Поймали кантик. Страшно? Кстати, вот в ресторане или кафе, да, забегаловка, я даже знаю, как это назвать, Пики, продаёт очень вкусный мёд. Вот там он продаётся на полушках. И, короче, мы вчера купили, и очень классно выглядит. где-то у них есть всякий земляничный мед, мед с манго, там всякое такое, вот они сами все делают. Большой выбор десертов, мусовых, всяких тортов, эклеров, ну, ладно. Короче, большой очень выбор, те, кто любит сладкие. То есть, если вы хотите купить всякие местные приколы, типа там мед, какие-нибудь для глинтвейна, там хачино, то вы можете вот заехать в сбегалов к пике, купить здесь все, и тут прям очень все цивильно, и прям супер классно. А хачино будет в итоге не очень, я не знаю, нормально. Ничего. Нормально. Вообще, конечно, хотелось бы отдельно отметить культуру вождения здесь, да, культуру катания, которая, в принципе, наверное, отсутствует. Да, провождение, это просто пипец, пока вы стоите в пробке, все здесь едут навстречу, подрезают. Читаю комментарии. Давайте хоть через одного лунку пропускать, ну, час уже стоим, ей-богу. Где гаишники? Украины можно забрать права, но брат, сват, сват, брата, 0,9 регион. 0,9 регион, молодцы, заняли всю встречку, и за них стоим в глухой пробке. Местных гаишников тоже нужно разогнать. 0,9 регион, офигели по встречке ездить, где ГИБ и ПД, почему не регулируют, не контролируют, безобразие. Что здесь происходит? Где менты? Что за бред? Просто, чтобы поехать от одной парковки до другой, нужно потратить, типа, час, да? Просто охренеть. Ну, вот что это такое вообще? Возьму, получается, сидим, просто ждем родителей. Вот просто, чтобы вот 5 минут проехать времени, вот мы их ждем сейчас вот, сколько они, 30 минут, через 30 минут, наверное, только приедут. Да и бог. Ну, просто трэш. Короче, в чем минус этого курорта? Здесь неорганизованность. Очередь длинная идет, а есть заход, который вот сбоку, и очень много людей просто заходят сбоку и начинают встраиваться. А то, чтобы мы стояли там, типа, 30 минут, это никого не волнует. Вот почему нельзя как-то, не знаю, какие-то коридоры сделать более-менее, да, там, уже регламентированные? Или людей поставить, которые бы регулировали движение? Если бы было более организованно, то все бы проходили гораздо быстрее. Получается, что ты стоишь в среднем по полчаса, 40 минут можно стоять внизу, спокойно. И пока ты доехал, то есть ты за день там, ну, раз 4-5, да, ты можешь, не больше, подняться, спуститься. Вроде все нормально, но вот, блин, там такая заруба, просто начинаются люди, вот, просто ведут себя реально в настоящее быдло, вот. Начинают тебя пихать, толкать, вот, ну, вообще культура, вот, просто, ну, я не знаю, никакой нет, вот, вообще никак. Вот такие моменты реально вот портят просто весь отдых, все впечатление. Последний день мы не выдержали и решили купить пасттрек. Сейчас вот едем на кассу, потому что на северном склоне вообще нет кассы, ты там ничего не можешь купить. Все инфоцентры есть только на южном, но, слава богу, здесь есть фуникулер, который перевозит вас одного склона на другой. Поэтому мы сейчас пойдем и купим, потому что очереди, кажется, сегодня еще больше. Вот, кстати, видно. Ну вот, мы взяли пасттрек. Докладывай старшина по лещу, преследуй преступника на мотоцикле. И что вы думаете? А пасттрек тоже в очередь? Конечно, она меньше, она там где-то человек 20, наверное, вот. Но все равно она есть, и после того, как вы проходите очередь, вас запускают в общую вот эту вот такую мясорубку, где вы тоже должны проталкиваться на пути к подъему, ну, на пути к кресельнику. А вот на подъемнике «Союз» вообще нету фасттрека. Вот, но здесь очередь небольшая, поэтому здесь и так критично. Мы идем на подъемник «Нелечный путь» и покажем вам, как по нему проходить по фасттреку. Здесь фасттрек – реально рабочая тема, потому что вы сразу садитесь в кабинку, а не садитесь даже в общей очереди. Мы поднялись на подъемнике «Союз» и сейчас находимся на самой высокой доступной точке для катания. Дальше идет подъемник «Аполлон», но он сегодня не работает. Вам нужно будет ехать на двух подъемниках. Значит, первый – это самый низ «Северный Сияни», а второй – это уже «Союз». На первом подъемнике мясо, просто нужно за две недели, типа, начинать посещать курсы каратэ, чтобы там себя защитить. Немножко проголодались и, ну, на часах уже без 24, и мы решили зайти в кафе, поесть. На вывеске написано, что они продают хичины, вот, но мы пришли, а там никаких хичинов нет. То есть все, что там есть – это всякие снекерсы, риттерспорты, шоколадки. Вот, также, ну, то есть из еды там, по сути, ну, ничего нет, только одни десерты. Попросили овсянку, овсянки сказали, что тоже нету. Из еды, если вы, вот, проголодались здесь, да, и хотите что-то перекусить, нужно что-то брать обязательно с собой. Какие-то фрукты, мандарины, бананы, яблоки. Огурец, помидор. И снеки, ну, все берите с собой, потому что шансов, что здесь вы купите, что-то нормальное, очень мало, вот. А еще здесь оверпрайс, то есть, типа, снекерс стоит, там, 150 рублей, риттерспорты – 250 рублей. От подъемника «Союз» вниз идут две трассы, но одна недостроенная синяя, а вторая зеленая. Вот мы сейчас будем по зеленой кататься несколько раз. Но мне кажется, что здесь, в принципе, такая трасса чисто покайфовать, да, такая зеленая, покайфовать. Да, здесь, кстати, вот приезжаешь наверх, и уже как будто тише, воздух чище, людей как будто чуть поменьше, и как-то спокойнее сразу становятся. Поэтому здесь приезжаешь так вот, прям, отдыхаешь душой. Очень красиво здесь, можно почилить, посмотреть на виды, на горы. В общем, не трасса, а просто одно наслаждение. Трасса прям кайфовая, ребят. Если хотите просто так с душой покататься, здесь прям отлично. В принципе, для тех, кто не очень уверенно катается, здесь не очень много таких трасс. То есть вот здесь как раз зеленая одна трасса на северном склоне с классным видом. И другая трасса зеленая, это которая как раз вот на той беспонтовой трассе, про которую я сказала. Вот, но синие трассы в Архизе, они довольно жесткие. То есть будьте готовы к тому, что у вас будет идти уклон по 50 градусов, где-то будет лед, на самом деле. И, ну, в каком-то смысле для новичков архизцев, ну, наверное, не очень хороший курорт. Посмотрев пару роликов от блогеров про Архиз, нам стало понятно, что кроме прооплаченной рекламы прокатов, красивой каталки и видов, в них мало правды. Но курорти все трассы одинаковые. Цвет практически не имеет значения. Под тонким слоем снега жесткий лед, от чего иногда бывает сложно получить удовольствие. Половина людей в Архизе вообще не умеет кататься и просто подвергает опасности остальных людей. Вот, например, ребенок летит на всей скорости, вообще не умеет тормозить и по итогу влетает сноубордиста. Вот две девушки-лыжницы вообще забыли о существовании шлема, хотя едут на подъемнике на очень тяжелой трассе. Вот в меня чуть не влетел лыжник, видя, что меня снимают с правого угла. Очень много людей приезжают и думают, что это так просто, и прям залезают на высокую эту гору. Это, конечно, вчера вот прям, думаешь, куда вы лезли-то, когда вообще собирались туда. И стоять не умеют, ой, вообще. Так, травмировала, приезжали двое детишек было. Она две руки, две кисти повармала. А мы вот пока стояли, брали оборудование, там травмпункт рядом. И человек шесть, наверное, привезли на носилках, на колясках. Я даже сначала думала, что нам вообще не ходить. Если вы хотите покататься вечером, то у вас есть всего две трассы. Это зеленая и синяя на южном склоне. Спутник, это подъемник, который вас доставит до вершины этих трасс. И кататься здесь можно до десяти вечера. Стоимость каталки 1250 рублей с человека. Это взрослый билет. Есть смысл, нет смысла, решайте сами. Но, как по мне, особо нет. Потому что эти трассы, они очень легкие, они не такие интересные. Их всего две. Поэтому вопрос, насколько вы получите много удовольствия. Жалко, что закрываются подъемники так рано. То есть они в четыре уже заканчивают работу и все, не поднимают. Мы сейчас на северном склоне. Здесь трассы начинаются с синий, с третий. И потом они плавно переходят в черную, в красную. Вот мы сейчас попробуем по всем покататься и потестировать эти трассы. Итак, мы начинаем ехать по третьей трассе. Это синяя трасса. Продолжение следует... Продолжение следует... Вот синяя трасса, вот здесь вот переходит в красную. Вот посмотрите, плюс какой вид кайфовый. Вообще-то просто топ. Это все, это раскатана до дыр ваша трасса. Так, это красная трасса. Снега уже почти нет. Левый, правый. Давай, 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 давай! Контуся, контуся, контуся! Контуся! Чёрная трасса, ребят, это чёрная трасса, братьки. Мы сейчас по ней погоним. Полетели. То ли петок, то ли братва? Народа никого вообще. Поехали. Ну как тебе в целом просто? Мне показалось прикольным. Там надо искать фишки. Надо искать такие места, где можно прыгнуть, где можно что-то сделать. Просто ехать по трассе. На третий день уже хочется чего-то чуть-чуть более интересного. Ладно, пойдем кушать. В общем, решили мы поужинать в ресторане Вкусгор. Но чтобы сюда добраться, нам нужно было пройти 20 минут. От подъемника, получается, Млечный путь до самого левого. Посмотрим, насколько здесь вкусный ресторан, в отличие от Высоцкого. Мне кажется, здесь... Вкусный, да? Рекомендуем. О, спасибо. Да, мы бурбаты, поэтому здесь не обманулись. О, класс. Ну, значит, не зря идем 20 минут. Приступаем к поеданию ужина или обеда. Я не знаю, как это назвать. А щекури здесь хорошие, да? У меня ухас с лососями или форелем. Порция довольно нормальная, прям не щебит. Мама попробовала десерт, а так как у нас профессиональный кондитер, она может сказать... Это не меренговый рулет. А? Делайте его. Рулет кокосовый, но не меренговый. Беренги там нет. Но если хотите нормальный кондитер, этот меренговый рулет, обращайтесь к маме. Она вам с удовольствием везде. Это вкусно, но просто рулет кокосовый с... часто кокос или принт. Принесли щеки. О, это мне, да? Ну что, вот и подошел к концу наш вакейшн. Наш отдых в этом прекрасном месте. В заключение хотим сказать, что приезжать сюда однозначно стоит хотя бы ради того, чтобы разнообразить свой отдых. Попробовать трассы, покататься. Ну, также здесь просто прекрасная природа. Здесь можно приехать летом на рафтинг, на поездки на квадроциклах. Очень много различных активитис вот такого рода в дикой природе, типа трекинга и, ну, всякого такого активного отдыха. Мне, в принципе, понравились трассы, но я думаю, что если бы там было чуть-чуть побольше снега, было бы, наверное, еще круче. Мне понравилось то, что было очень много людей и это, конечно, очень портило все впечатление о горнолыжном курорте, потому что полдня стоишь просто и полдня ездишь. Ну, а так, в целом, наверное, мы бы советовали сюда приезжать не в праздники однозначно, чтобы насладиться всеми прелестями горнолыжного курорта Архыц. Ну, а вам, как всегда, спасибо за то, что смотрели это видео. Пишите комментарии, ставьте лайки и оставайтесь с нами. Пока! Всем пока! Там на подъемке спутник, так-то, так-то, типа, следующий пошел, трасса номер 16. Просто рассказываешь, какая трасса, вставляешь сверху, ну, типа... Снимала экспресс зеленая река. Так, записка пошла. Тупо сказала, давай сейчас. Слушай, какой цирк начался опять. Вот. Не оставляй, чтобы меня снимало. Играет музыка. Кинхалоре! Играет музыка. Вам нужно будет снять видео, потом на пленку сфотографироваться, потом снять видео, интро, потом покушать. А сейчас вы не встретите нас. Фейерверком встретите. Вы что, долго сидели и не смеялись? Сейчас вас прорвало, что ли? Не-е-е! Субтитры сделал DimaTorzok